Два пространства. Под таким названием в выставочном центре на Московской 13 представлена уникальная для Мурома выставка. Свои работы для экспозиции объединили два известных автора – супруги Георгий и Ксения Дмитриевы. Картины Георгия, выдающегося мариниста и мастера натюрмортов, знакомы многим его почитателям. На выставке они представлены далеко не в традиционных жанрах и удивляют зрителей необычным взглядом на привычный мир. Ксения, художник-модельер, создает костюмы в технике лоскутной живописи. Ее рукотворные работы отличают неизменное качество и безукоризненный стиль. О том, как яркая супружеская пара талантливых художников создает свои шедевры, узнала и наша съемочная группа. Георгий Дмитриев, современный российский живописец, которому, по мнению многих нет равных в его творческом направлении, родился у нас, в Муроме. Мастер морского пейзажа, чьи художественные способности мало чем уступают в профессионализме картинам известного мариниста Айвазовского, сначала влюбился в полноводную акулу. Он часто купался на реке с друзьями в детстве. В дальнейшем изображение стихии воды и ее силы стало основным на картинах художника и не осталось без внимания у многочисленных почитателей его таланта. Я в Муроме не был очень давно, больше 40 лет. Ну вот потянуло, и я приехал, и очень рад и счастлив, что я опять здесь. Вот все летние каникулы я проводил в Муроме. Здесь были друзья, здесь была какая-то компания, здесь была река. Я помню этот понтонный мост когда был, и мы по нему на ту сторону луга ходили, бегали. Море, пронизанное лучами солнечного света, мощнейшая энергетика волн, неизмеримая голубая даль, невероятно реалистичные рельефы и могущественные вершины горных пейзажей. На выставку в городе детства Дмитриев привез и менее известной муромскому зрителю работы. У меня совершенно разные есть стилевые, я и портретом занимаюсь, и натюрмортом, и вот обманкой. И еще вот таким интересным жанром, который мне даже трудно как-то назвать его, ну скорее это будет ассоциативный реализм. То есть это вот работа с ассоциациями, с цветом, с пятном, что-то абстрактное, но при этом еще и гиперреальное. То есть пытаюсь совместить какие-то несовместимые стили, и мне это просто интересно. Верная спутница, друг, муза, известного художника, конечно же его жена. Ксения художник-модельер. Более 30 лет занимается авторским костюмом в лоскутной технике. Ее работы полны индивидуальности и транслируют настроение автора. Причем эти эмоциональные, мелодичные и весьма гармоничные костюмы вполне пригодны для повседневной жизни. Их можно и нужно носить. Всегда человек транслирует свое состояние, свое понимание, свои ощущения через то, что на нем одето. А здесь в авторском костюме, именно вот в такой технике, в технике лоскутного шитья, это сказать очень легко, потому что ты можешь и графикой, и ритмом, и вот этим каким-то, может быть, орнаментом острым высказать какую-то свою мысль. Выставка вышла по-семейному теплой еще и потому, что поддержать художников приехали и их друзья, и близкие родственники. Моя прабабушка, которая меня в детстве растила, нам очень много о Муроме рассказывала. Она сама из Мурома. И, конечно, я все время вот уже дожила до 40 лет и все искала повод, как бы мне в Муром вырваться, приехать. А тут такое дело, что выставка папы, и, конечно, пропустить нельзя. Сам город произвел прекраснейшее впечатление. Такой мягкий, такой древний, такой мудрый город. Это очень такое... Я много езжу, на самом деле, по России, вот это связано с работой. И здесь, конечно, очень приятные чувства. Ну и плюс атмосфера в музее. Я сама искусствовед, культуролог. Для меня это все абсолютно родное. И здесь вот очень-очень на этой выставке мне нравится. Мне очень нравится экспозиция, отношения, люди. Как оказалось, два творческих пространства прекрасно сочетаются и не перекрывают друг друга. Георгий и Ксения вместе уже 23 года. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.